Ну что, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Это видео, наверное, самое долгожданное про сумки в роддом, потому что, когда ты беременна, и когда ты ждёшь в основном первого ребёнка, у тебя в голове каша, не знаешь, что покупать, какой список использовать, что покупать, что туда класть. Так вот, я снимаю это видео, чтобы быть вам подсказкой, помощью и так далее. Это видео актуально для жителей Казахстана, для наших роддомов, алматинских, казахстанских, неважно. Просто я знаю, что меня смотрят по большей части жители России, но именно то, что я сегодня покажу, это для нас, для казахстанских роддомов. Рожать я иду второй раз, и, честно говоря, первый раз у меня был вот такущий баул всяких разных вещей. Это была одна большая прозрачная сумка. Мне очень жалко было персонал, который всё это таскал, потому что она была неимоверно тяжёлая, и, если честно, она была дико неудобной, потому что начинаешь в ней копаться постоянно, там что-то искать, занимает много времени, плюс она тяжёлая, плюс ты её тащишь сначала в родблок, потом с родблока тащишь её в послеродовое, потом на выписку, короче, и это всё делают медперсонал. Где-то, я знаю, даже это делают сами девочки. Ну, это вообще ужасно, потому что со схватками, то есть это очень тяжело. Так вот, в этот раз я разбила всё на две сумки. В родблок, то есть на сами роды, и уже в послеродовое отделение, в котором сумочку мне привезёт муж. Вообще, на самом деле, всё сейчас можно довезти, но ситуации бывают разные. Вот с девочками мы переписываемся, и у кого-то все реально на работе, никто не может там привезти, да. У кого-то что-то ещё, какие-то проблемы, допустим, что лучше всё взять сразу. У меня таких проблем нет, мне всё могут привезти в любое время, когда я скажу, потому что у меня много кто может привезти, муж, брат, мама даже. Поэтому здесь вопрос в этом никогда не стоит. Поэтому я взяла две сумки средние, не большие, а средние. Блин, оно тяжёлое до сих пор. Вот такая вот, если видно, сейчас посмотрю, насколько видно, да, видно. Это я возьму в родблок с собой вместе рожать. И такая же у меня сумочка, которую мне привезёт муж уже, когда я рожу. Вот, и давайте по порядку начнём с родблока, что я беру с собой. Так, откроем и увидим. Почему прозрачные? На самом деле, главное, чтобы она была моющаяся. То есть, если вдруг где-то запачкали или... Даже я не знаю почему, если честно. Знаю, чтобы она была моющая, и чтобы было видно, что у тебя здесь лежит, и чтобы тебе было, в первую очередь, удобно и комфортно. Так, может быть, наверное, как-то так сделать. Не знаю, как удобнее. Удобнее. Так. Значит, что у меня здесь? Здесь у меня два рулона этих полотенец. Сухих полотенец. Они же мне будут служить туалетной бумагой. Я не знаю, почему два. Когда я рожала Мирошу, у меня было одно. И, по-моему, оно не понадобилось. Но говорят, что одно сразу забирают врачи себе. Второе остаётся вам. Пусть будет так, на самом деле. Не знаю. Я взяла два. Потому что, когда я лежала в патологии с ковидом недавно, у меня туалетная бумага расходовалась просто как не знаю что. То, быстро-быстро и за день, за два я могла целый рулон потратить. Потому что я использовала не только по назначению, но и там руки вытирала, где-то что-то протирала. Вот. И мне кажется, полотенце самое удобное. Поэтому два. Так, дальше халат обязательно. У меня халат вафельный. Я люблю именно вафельный халат. Он такой лёгкий, свободный. И не марки. Не люблю, если честно, халат. Вот этот вот пенка называется. Или вот этот махровый. Но, возможно, что в роддоме будет холодно. Поэтому я там дальше вам покажу, что я взяла. Здесь у меня кроксы. Я купила себе недавно их. И, честно, я не пожалела. У меня такие розовенькие. Потому что это самая удобная обувь. И мне кажется, она очень удобна именно для роддома. Во-первых, сидит по ноге хорошо. Не слазит, нигде не скатывается. Я помню прошлые, когда я брала тапочки. Тапочки вечно терялись. Потом залазишь на это кресло тоже. Раздеваться, снимать. А здесь просто. Просто ходишь у них. И, если что, их можно помыть. Они у меня в пакете. Который вот как с Валдериса пришёл. Могу, кстати, скинуть ссылку. Это у меня детские. Именно мой размер. 35-ые были детские. Ну, я, конечно, сэкономила денежки. Так. Обязательно берём с собой посуду в наших роддомах. Это обязательно. Особенно, если вы брезгуете. Там есть посуда. Но зачастую все приносят свою. Ну, я понимаю, почему. Естественно. У меня здесь ложка. У меня здесь стакан. Вилки у меня нету. Потому что она и не нужна мне. И две тарелочки. Для первого и для второго. Потому что я брала в патологию себе тарелку только для первого. И в основном... Ну, надо было выбирать. Либо ты ешь первое, либо ешь второе. Так. Дальше. Здесь у меня комплект нижнего белья и носочки. Одни трусы и одни носки. Потому что... Ну, я думаю, что в роддлок больше и не нужно вещей. В принципе. Так. Ещё что здесь. Здесь одноразовые такие впитывающие пелёнки. Пять штук. Кстати. Я сегодня только докупила ещё одни. Есть вот такие. Это какие-то обычные. 999 тенге стоят. И я ещё купила. Сейчас покажу, какие. Все покупают их. Я тоже их купила. Это Йоко Саны. Тоже такие пелёнки. Мне почему-то показалось, что я всего лишь три взяла. И, короче, вот эти ещё купила. Но на самом деле пелёнок много не бывает. Они вам понадобятся везде. И потом ещё после можете использовать роддомов. Когда будете ходить на приём к педиатру и так далее. Вообще бывают такие казусы, когда пелёнка просто необходима. Так вот. Берём в роддлок пелёнки. Для чего нужна пелёнка? На кресло пошли. Сели, да. В основном в роддомах всегда такой кипиш, что лучше носить с собой. На осмотры, на всякие. И потом, если вам вдруг будет прокалывать пузырь, тоже пелёночку постелили, легли. Ребёнка, когда достанут, тоже на пелёночку на эту положат. Покладут. Как правильно. Поэтому я взяла целую упаковку с собой в роддлок. И там уже мы посмотрим, что мне из этого понадобится, что нет. Потому что, на самом деле, я взяла в прошлый раз очень много вещей, которых мне особо не понадобились. Так. Про пелёнки сказали. Обязательно. Я взяла за место подгузников для взрослых. Это дико мне неудобно. Не знаю, кому удобно. Вот эти подгузники. Здесь нужно закреплять. Здесь нужно закреплять. Они постоянно слазают. В общем, мне было это дико неудобно. Я взяла такие себе трусики. Лавулар для рожениц. Здесь всего три штуки. Размер М. Стоит 3000 тенге. Но они стоят того, на самом деле. Они классные. Я уже одно открыла, естественно, чтобы показать. Они выглядят, знаете, как детские подгузники-трусики. Вот так. И мне кажется, это гораздо удобней. Надел и пошёл. Всё. Не паришься. Сменил. Я надеюсь, что трёх штук мне хватит. Ну, если нет, то придётся мужу, конечно, довозить. А так, надеюсь, что хватит. Потому что в прошлый раз мне понадобился всего лишь один подгузник. И всё. На самом деле, это всё зависит от того, какие роды у вас будут, как у вас всё будет проходить. У вас могут отойти воды дома. У вас могут отойти воды в отделении. Вам могут проколоть пузырь. Вас могут отправить на экстренное кесарево. Но может случиться всё, что угодно. Поэтому берём на всякие случаи, но не берём много. Мне кажется, столько обязательно хватит. Так. Я ещё взяла вот такие трусики. Но это, знаете, когда родишь, я поняла, что вообще какая-то бесхозная вещь. Я не знаю, зачем я их взяла. Здесь две штуки. И решила, что когда рожу, я поставлю прокладку и надену эти трусы. Так они выглядят. В общем, непонятно. Здесь для ножек какие-то вот прорези. У меня в первые роды таких не было трусов. Не знаю. Вот так выглядит это всё. Ну, крайне странно. Ну, они много места не занимают. Взяла там. Мало ли, пригодятся. Если уж я купила, то, конечно, надо как бы использовать, да. Зачем купила, не знаю. Бывают такие импульсные покупки. До сих пор у меня и сейчас тоже случаются они. И взяла пачку прокладок. Это ночные кодексы. Я открыла, чтобы проверить их. Здесь всего лишь четыре штуки. Они такие огромные. Это, знаете, когда родите, естественно, там всё такое не очень в таком виде. И поэтому всегда надевают прокладки. У меня были вот эти сени или как-то они там называются, урологические прокладки в прошлый раз. И они ужасно неудобные. То есть они настолько были толстые, мешали везде. Я ненавижу, когда я ощущаю что-то. Ощущаю вот этот некомфортный материал или вот эту слишком толстую вот эту текстуру, да. Поэтому я взяла их. Кодекс посмотрим, попробуем. Ну, нет. Как бы один день смогу перебиться, потом муж сможет привезти. Ну, мне кажется, это гораздо удобнее, чем эти огромные. Взяла накладки на унитаз. Вот это вот, это вещь, девчонки, отвечаю. У меня в первых родах и не было их с собой. И когда я сейчас лежала в патологии для беременных, когда у меня был ковид, вот это бы меня очень сильно спасло. Потому что, как мы знаем, что женщины, они вообще неопрятные. То есть женский туалет, он всегда в ужасном состоянии, всегда. Вот куда бы я ни зашла, именно в женском туалете всегда всё плохо. И в патологии тоже так было. Поэтому я как бы такой человек, который брезгует немножко всеми вот этими вещами. Вот такая вещь, если вы тоже такая же, как я, обязательно берите. Стоит 400 тенге. Можете использовать везде, и в поездах, и в самолетах, и везде. И, кстати, смывать можно в туалет, потому что они биоразлагаемые. Ну, я, конечно, так делать не буду, но как бы вам на заметку. Ночнушка, сорочка точнее, я её беру именно для родов. Ну, то есть вот, она обычная серая, я рожала в ней первый раз и беру её во второй раз. Мне кажется, для родов, когда у тебя естественные роды, именно сорочка очень даже спасает. Если что-то замарается или она будет в непригодном виде, я её там же и выброшу, и ещё не буду париться. Вот. И также я взяла ещё пижамку с собой в родовое, потому что я не знаю, как пойдёт всё. Ну, то есть навряд ли там меня выпишут и мне сразу привезут все вещи, да. Ну, в смысле, выпишут в палату уже, отпустят когда. Поэтому я взяла ещё переодеться, чтобы после родов, потому что грязная, не грязная, вот эта сорочка, там выбросите и не выбросите. Я взяла ещё пижаму, в которой я буду ходить все вот эти три дня. У меня ещё одна есть, я, может быть, доложу, но не знаю пока. Естественные роды у нас в Казахстане держат, если при естественных родах три дня, если при кесарево пять дней. Естественно, если у меня будет кесарево, а такое сейчас, такой вопрос стоит, он возник, я все вещи сделаю дабл. То есть добавлю, чтобы всё было. А так пока, мне кажется, хватит. Штанишки. Беру штаны, потому что мне удобнее в штанах, на самом деле, чем когда голые ноги. Тем более, как бы месяц февраль и в роддомах, на самом деле, у нас очень прохладно. И кофточка. Кофточка специально беру на пуговичках, чтобы было удобно расстёгивать, если вдруг что. Так. Вот. Это... Это послеродовое. Ну, как только родишь. И беру вот такие вот салфетки влажные. Йокосан. Вообще, я люблю бренд Йокосан, на самом деле. Меня с ним познакомили, когда уже Мирошу было, по-моему, года два. И я очень жалею, что познакомили меня так поздно. Сама я так познакомилась. Поэтому сейчас попробуем. Если мне понравится для новорожденных, всё, конечно, буду брать. И по цене вообще просто замечательно. Это влажные салфетки. Здесь только вода. То есть ничего здесь лишнего нет. Только вода. Они гипоаллергены. Здесь 64 штуки. Возьму на всякий случай с собой в родблок. Ну, и потом останется послеродовое. Потому что я ребёнка не подмываю. И в роддоме вообще. Использую салфетки, потому что здесь чисто вода. Какая разница? Мы же хотим облегчить себе жизнь, правильно? И вот это вот ходить туда, к раковине и так далее. Не хочу. Я беру обычную пелёнку. Это наша старенькая пелёночка. Просто чистая обычная пелёнка. Летняя. Для того, чтобы когда ребёнка достали, его смогли вытереть. На самом деле, когда я рожала Мирошу, такого не было. И вытирали, по-моему, своими какими-то там пелёнками роддомовскими. Закутывали тоже в какое-то роддомовское одеяло. Я помню что-то такое. Но сейчас вот девочки говорят, что нужна пелёнка для обтирания ребёнка. Но я на всякий случай положила, чтобы как бы не было никаких конфузов. И здесь у меня отдельно в пакетике вещи для новорожденного. То есть, когда они его достанут, чтобы сразу его переодеть. Так, покажу, что. Жду кроватку, поэтому смотрю. Здесь у меня тёплая пелёнка. Фланелевая, да, кажется, она так называется. Или флисовая. В общем, я не знаю, если честно. С пелёнками вообще не дружу. Это не моё. И я как бы ими не пользуюсь. Вот в роддом беру с собой. С такими пиратами. Она такая мягкая, такая тёплая. Классная вообще пелёночка. Это, чтобы его сюда укутали. И наборчик. Беру два памперса. Два на всякий случай. Конечно, понадобится одно. Но мало ли что, да, случится. Вот у меня подгузники. Кстати, я тоже Йокусан. Поднёрка. Премиум. Вот эта вот версия их какая-то. Для новорожденных. Берём два. И беру вот такой комплектик с собой тоже. Потому что, мне кажется, он сам оптимально подойдёт. И по размеру. И вообще, блин, очень даже подойдёт подо всё. Это такой бодик. Я хотела его на выписку, честно говоря. Но все меня отговорили. Потому что размер очень маленький. И, может быть, на выписку он уже маленьковат. Но я не знаю на самом деле. Если вдруг, возможно, и на выписку пойдёт. Такой с лисёнком белый бодик. Я люблю именно, когда застёгивается вот здесь. То есть, никакие распашонки, вот эти завязки. Мне ничего, это неудобно. Вот бодик сам и то. Такой у нас с коротким рукавом. К нему идёт вот такой милый слипик. Какой классный, блин. Такая ткань. И вообще, расцветка мне очень нравится. Просто мимимишно. Здесь вот такие штучки. Закрывать ручки. Очень удобно. Для именно ребёнка, который только вышел из меня, мне кажется, самое классное. Это, кстати, на 2,5-3 килограмма. Сейчас, Мироша, хотел сказать. Сейчас ребёнок у меня весит плюс-минус 2,800. Ну, это тоже мы не судим по УЗИ, потому что, в основном, точно вес нельзя поставить по УЗИ. Все говорят, что маленькие. Ну, врачи по моему животу. Поэтому посмотрим. На самом деле, мне кажется, что это самое оптимальное. Вот как раз-таки такой ребёнок у меня и сидит внутри. Так, дальше. Здесь у меня такая шапочка. Маленькая шапочка на маленькую голову. Классная шапочка. Тоже без завязок, без ничего. Ну, и такая штука. Я не знаю, зачем я её положила. Это типа... Вот Эммин волос уже здесь. Типа слюнявчик. Он будет лежать 2 часа на мне. Там, не знаю, просто положила. А вдруг понадобится. И носочки. Носочки тоже беленькие. Я люблю папу. Такие маленькие. Классные. Вот всё, девочки. Это всё, что... Ой. Я беру с собой в ротблок. Сейчас перейдём к другой сумке. Сейчас это всё сложу. Ну что, переходим ко второй сумке. То, что мне привезут в послеродовое отделение, да, когда нас уже переведут в палату. Здесь не так много вещей, но она всё равно тяжёлая. Давайте тоже начну показывать, что здесь у нас есть. Я беру тёплый плед. Потому что в роддомах говорят сейчас, что холодно. Мне рожать в самый холодный месяц. Поэтому беру тёплый плед. Положить его вот в этот стеклянный бокс. Или как там... Короче, где катают детей там. Куда кладут новорожденного. Это мне связала мама. Когда была ещё... Я беременна Мироши. И Мироши использовала этот плед. До сих пор им пользуется. До сих пор укрывается. Короче, он очень классный. Тёплый. Главное, что вот действительно он супер тёплый. И я ещё беру такое муслиновое одеяло. Не знаю, посмотрим, понадобится оно мне или нет. Беру с собой обязательно. Тоже, чтобы, может быть, это под низ положить. Там это этим укрыть. Оно классное. Оно немножко такое полегче, чем этот плед, естественно. Но при этом оно очень здоровское. В общем, я беру два таких пледа с собой. Ой, вместе, чтобы были. Так, далее, далее, далее. Это прокладки тоже. Здесь я уже положила олайс. Это тоже ночные. Посмотрим, как пойдёт на самом деле. Положила пока одну пачку. То есть нужно мне докладывать будет, не нужно, не знаю. Так, здесь у меня ещё три одноразовые пелёнки. На всякий случай. Так, дальше. Дальше косметичка. У меня тоже косметичка моющаяся. Сейчас покажу вам, что здесь лежит. Потому что здесь у меня навалено много чего. Так, у меня здесь зубная щётка. Новая. Купила я. Так. У меня здесь моя любимая расчёска. Потому что, ну, как бы, нужно, да. Губка для мытья посуды. Потому что беру с собой посуду. Естественно, посуду нужно будет мыть. Губка нужна. Обязательно губка нужна. У меня здесь сухой шампунь. Я положила его на всякий случай. Если вдруг я задержусь в роддоме. Вот. На самом деле, в первый раз мне мыться не дали. Естественно. Кстати, я забыла положить в родблок ещё полотенце для себя. Которое для лица. Не забудьте. Потому что умываться вот это всё нужно будет полотенчиком. Сухой шампунь беру на всякий случай. Если вдруг мне не удастся помыться, я буду в роддоме долго. Пусть лежит в косметичке. Много места не занимает. Здесь у меня тревел-версии. Два таких бутылёчка. Это средства для мытья посуды. Очень актуально. Нужно. В патологии я поняла, что нужно своё средство. Потому что нужно мыть посуду. И здесь детское мыло жидкое. Вот. Которое я сегодня купила. Умка. Оно без запаха, без ничего. И я его тоже сама буду использовать. Для ребёнка не знаю как, потому что я в основном для ребёнка, для Мироши не использовала жидкое мыло. Ну, беру, потому что все врачи просто рекомендуют брать с собой жидкое мыло у нас. Так, дальше здесь такой у меня пакетик. Это ватные диски и ушные палочки с ограничителем для ребёнка. Вкладыши для груди. У меня это тоже Йокосан, по-моему, или какой-то российский бренд. Надо посмотреть. Беру много, потому что знаю, что они мне понадобятся точно. Так, зубная паста. Маленькая. Дальше это крем для рук обязательно, потому что у меня сейчас даже очень сильно сохнут руки. Но, естественно, в роддоме постоянно я буду им пользоваться, так как я очень часто соприкасаюсь с водой. Очень часто что-то мою, руки мою и так далее. Поэтому крем для рук обязательно. Гель... Ой, не гель, а для губ. Как называется? Бальзам для губ. Но я, может быть, ещё доложу свой любимый от Piu Pau Pau, потому что этот не очень удобный. Дальше Левомиколь. Прекрасный. Обожаю Левомиколь. Беру с собой, потому что знаю, что мне понадобится. Если у меня будут старые разрывы, старые швы, Левомиколь классно обрабатывать швы и накладывать такие, типа, компрессики. Очень круто заживляет. И мне говорили, что с первого дня в роддоме уже можно использовать. Поэтому беру. Просто тоже много места не занимает. Бипантен. Тоже классная вещь. Я рекомендую вообще Puri Lan. Но сейчас у нас нигде нет. Ни в аптеках, нигде. Почему-то не знаю. Поэтому взяла бипантен. Успею купить. Доложу Puri Lan. Нет, так нет. Это от трещин на сосках женских. Потому что в первые дни кормления... Ну, это просто ад на земле. Вот серьёзно. Все говорят, как рожать, но никто не говорит, как кормить. И что это так больно. И отопрелости ребёнку. Очень классно помогает. Ещё классно помогает Веледа крем с календулой. Но у меня он идёт с хёрбой. Я не думаю, что он успеет прийти. Поэтому беру вот такую штуку обязательно. В первую неделю он точно у вас улетит. Я вам гарантирую. И ещё вот сегодня мне консультант посоветовал тоже вот этот Умка взять. Детский крем с цинком и оливой. Тоже типа подгузник. Ну, такой тоже без запаха. Похож на судокрем, если честно. Посмотрим. Беру тоже на всякий случай. Нужен будет, не нужен. К тому же как бы решим. Особо много места не занимает. Всё. Это вся моя косметичка. Насчёт марганцовки. Тоже под вопросом. Она мне не пригодилась в прошлый раз. И не факт, что пригодится в этот раз. Вот так. Складываем всё обратно. И вот такая у меня получается косметичка. Главное, чтобы косметичка была тоже моющаяся. Удобно. Удобно брать с собой. Так. Так, дальше. Дальше. Дальше, что у меня здесь. Это вот такой вот наборчик маникюрный. Я его взяла только из-за ножниц. Здесь, конечно, куча бесполезной всякой херни. Ну, пилочка. Такой пинцет. Не знаю зачем. Вот такие ножнички с ограничителем. Они очень острые. Из-за этого я только их взяла. И ещё щипчики. Взяла, потому что ребёнок может родиться с ногтями. С длинными. Ну, и я как бы ждать особо не люблю. Я сразу подстригаю. Потому что мне не очень удобно. Мне кажется, он сам себя царапает. Ему тоже не очень удобно. Конечно, у нас врачи ругаются. Насчёт этого. Но, как бы, мне всё равно. Так. Здесь у меня пакетик с бельём, носками и трусами. Здесь много всего. Потому что мне много всего и понадобится. Здесь подгузники. Пока вот столько. Я взяла, если не хватит, мне довезут. Ну, если я там буду больше, чем три дня. Так я взяла из расчёта три штуки на один день. Утро, обед, вечер, ночью поменять. Вот. Давайте посмотрим. Посмотрим. Так. И давайте покажу, что я взяла из вещей ребёнку. Тоже у меня особо много вещей я с собой не беру для малыша. Потому что, на самом деле, вещи не мараются. С ними ничего не происходит. То есть, три дня спокойно можно полежать и поносить. То есть, не обязательно брать прям на каждый день. Утро, день, вечер. Сменные вещи. Беру то, что мне точно понадобится. Если что-то мне не хватит. Я, как уже говорила ранее, да. Мне обязательно это привезут. Беру пелёнку муслиновую. Она маленькая. По-моему, 50 на 50. Так, дальше. Беру вот такой вот слюнявчик тоже муслиновый. Тоже ребёнок будет срыгивать. Там и так далее. Поэтому обязательно берём. Вот такой комплектик. Я беру сразу на выписку. Здесь у нас бодик. Бодик с такими ручками. Интересные, кстати, заклёпки. Так вот. С такими ручками. Бежевенький. Как раз. Цвет мне очень нравится. Ползунки такие. Швы все на внешнюю сторону. И шапочка. Тоже со швами на внешнюю сторону. Это я взяла на выписку. На выписку точно подойдёт. Так, дальше. Я взяла один такой комплект. Шапочка беленькая. Слип. Такой. Слип вообще моя любимая форма одежды. На самом деле. Очень тоже удобно для малышей, для новорожденных. Ну, именно для меня использовать. Так. И бодик с коротким рукавом. Тоже такой. Застёгивается на одной стороне. Очень удобно. Одеваем бодик. Одеваем слип и шапочку. Так. И взяла несколько носков, естественно. Здесь у меня 4 пары носков. Так. Ещё взяла вот такой вот серенький с коротким рукавом. Тоже, если вдруг что меняет. Взяла один такой комплект. Это под, ну, получается, бодик. Сверху вот такая кофточка. И ползуночки. Берите те вещи, которые будет легко снимать. Потому что, когда вы идёте в первый раз и не понимаете, что делать с ребёнком, я вообще лично не понимала. То есть, я боялась его взять, как-то перевернуть, одеть. Особенно через голову вот эти бодики или там завязки какие-то. Да. Или кофты. Очень тяжело одевается в первое время. И врачи постоянно приходят проверять. То берут с пятки кровь. То ещё что-то слушают. То проверяют уши. То слушают, смотрят кожный покров. Вам постоянно придётся раздевать ребёнка. Вот. Поэтому берите что-то удобное, чтобы вы могли снять, например, ползунки и раскрыть бодик. Либо здесь тоже открыть слипик, не раздевать полностью. Открыть бодик и всё. И показать врачам. Всё. Это главное. Это ваше удобство. И я ещё взяла один бодик с длинным рукавом. Положила просто на всякий случай. Такой синенький в полосочку. Чтобы, ну, как бы подойдёт ко всему. Всё. Это всё. Всё, что я положила с собой. Постнородовое отделение. И хочу вам показать ещё конверт, который мы купили. Это даже не конверт, а такой мешок, наверное. Такой классный, серенький. Он очень тёплый. Единственное, что под низ я надену тёплый вязаный комбинезон. Я его ещё не купила. Но в планах у меня. И на выписку уже отдельно привезут конверт. Отдельно привезут косметику. И отдельно привезут мою одежду. Вот такой классненький. Он раскрывается. Потом можно в нём будет гулять. Потому что как бы ещё будет холодно. И мне кажется, очень даже удобная вещь. И такая вот к нему шла миленькая шапочка с ушками. Вот. Так что такие вот у нас сборы в роддом. На самом деле сумка и вообще сборы сумки в роддом. Это очень всё индивидуально. Вот такое видео получилось. Длинное. Если хотите, я могу заснять видео про вообще покупки для ребёнка. Гаджеты всякие. Аспираторы. Всякие кроватки, коляски и так далее. Что нам необходимо. Потому что тоже, когда я рожала первого ребёнка, у меня был такой раздрай в голове. Сейчас я уже как бы точно знаю, что мне нужно, а что не нужно. Вот. Так что спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Впереди декретные будни, выходные и вообще декретная жизнь на видео. Поэтому всем большое спасибо. И всем пока-пока. Увидимся с вами совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok